здравствуйте друзья вопрос зачитываю здравствуйте михаил хочу поделиться с вами одной замечательной на мой взгляд истории история о том как вы и ваш канал изменили мою судьбу и я ни капли не преувеличиваю там в конце вопрос тоже дело обстояло так эдак в 22 сейчас мне 25 я понял что философские разговоры с бутылкой водки за столом любовь к вождю народов и так далее совсем не про меня то время фигура томаса джефферсона друзья кто не знает погуглите например вызывал его у меня дикий восторг в общем тогда я решил что хочу жить в америке это было в 22 окей потихоньку почитывал форум говорим про вес по хорошему завидовал свежеиспеченным иммигрантом но в голове у меня стоял один вопрос доведись мне попасть сша чем я там буду заниматься на тот момент у меня был небольшой бизнес пекарня в провинциальном городе барнаул у меня мама ее семья там в эвакуации жили это может как 2 родина так барнаул по образованию я вообще железнодорожник короче говоря менять эти хоть и небольшие достижения на работу официантов сша я бы не стал так моя американская мечта потихоньку начала угасать но волею судеб год назад меня прибило к берегам силикон вала и войс чему я безгранично рад тестирование я подумал я это как раз то что мне надо к этому времени я поругался со своим компаньоном по бизнесу продал ему свою долю и имея огромные временные ресурсы и кое-какие средства существования начал активно изучать кей посмотрел ваши уроки и в 1 2 очередную книгу автор рекомендовал поверхностно изучить linux html и кажется javascript дальше мои планы менялись еженедельно поковыря по html мне уже хотелось быть не тестировщиком а верстальщиком потом изучил javascript и все бы хорошо можно устраиваться на работу верстальщиком но случилось непредвиденное я влюбился по самые уши влюбился в программирование какое же это счастье понимать что нашел свою профессию в жизни за это я вам очень признателен хотя я честно не причем плотно позанимавшись еще два-три месяца я изучил стандартный back-end stack php my sequel git design peters и так далее сходил на два собеседования мне повезло и меня взяли и там и там выбор стоял за мной но так как одна компания занималась аутсорсингом работая с заказчиками из сша я выбирал недолго таким образом с момента просмотра первого видео на вашем канале до момента моего трудоустройства в качестве программиста прошло 45 месяцев друзья езжайте в барнаул там такие дела вообще работаю я уже 7 месяцев очень люблю свою работу и знаю чему чем хочу заниматься всю жизнь сейчас помимо php javascript я выучил python подготовил хорошую алгоритмическую базу и плюс изучил все попутные веб-технологии в общем теперь я думаю что готов к америке на сто процентов так как учился в английской школе особых проблем с языком тоже нет но теперь на моем пути к мечте стоит бюрократическая машина иммиграционные службы сша два раза играл в гринкарт лотерею пока безуспешно с рабочей визой тоже не особо понятно откуда ее взять так как наш работодатель не горит желанием кого-то перевозить сша и платить американскую зарплату хотел бы вашего совета михаил вот вопрос какой путь для иммиграции для меня наиболее вероятен уверен вы подскажете оптимальный вариант и у меня будет возможность поблагодарить вас лично на земле калифорнийской еще раз огромное спасибо михаил вы действительно изменили мою жизнь сами того не желая о как и изменили исключительно в лучшую сторону хорошо что в лучшую потому что не желая знать как можно изменить ну в общем что у нас получается какой интересный парень я хочу сказать я просто невероятно так все у него получается тут пошел раз сделал еще пошел еще раз дело это там это железнодорожник пекарня у него значит потом он там тестирование поучил потом программированием работу там два интервью два предложения вообще конечно потрясающе еще и английскую школу заканчивал хотя в самом конце только это вышло и тут ему конечно бюрократическая машина сша вот оказывается кто во всем начинала возвращаясь к способам иммиграции уже посерьезно значит у нас виза h1b не просматривается никак если он по образованию железнодорожник и сколько там 7 месяцев работы но даже был пять лет работал все равно то есть надо либо иметь какое-то айтишное высшее образование либо иметь эквивалентный опыт который сейчас составляет скажем по сегодняшним понятием там три года опыта за год учебы то есть 12 лет чтобы ему в принципе выдали эту грин карту гринка я занять чтобы ему выдали рабочую визу если найдется желающий его нанять братья сегодня желающего нанять мало даже если не было никакой лотереи и можно было бы не ограничено привозить людей по рабочей визе и так далее ему просто не дали бы в посольстве эту визу консулате где он там получал бы значит h1b как бы совершенно не просматривается вот поэтому как ему иммигрировать значит ну но понятно что не h1b что-то еще наверно я я ведь тоже не специалист по иммиграции и я просто смотрю вот люди которые тут есть кто-то по политике очень много сейчас очень много по политике время в этом смысле хорошие то есть как бы вам ну когда вы говорите что от меня вот это вот это не устраивает метод в общем не комфортно с этим с этим то есть вас вас поймут как бы хорошо поймут вот поэтому вот я вижу здесь много людей по политике я вижу здесь студенты вот кстати у нас есть алексей да вот парень молодой из ладивостока из хабаровска из хабаровского совсем недавно мы его показывали может быть там месяц прошел и он как раз вот в университет приехал и сразу начал работать ему дали вот это вот c5 то есть он он сейчас работает в экспеди по моему автоматическим тестированием занимается а программисту так и вообще может может быть это вариант неплохой я я думаю что тем более парень молодой люди женятся вот но в принципе вот такая студенческая виза когда у тебя уже есть бакалавр там железнодорожный я даже не знаю эквивалентом чего это является какой-то mechanical engineering может что-то такое вот хотя может быть он автоматическими системы управлениями занимался я не знаю какой он железнодорожник в этом железнодорожном институте это там чего только нет вот скажем в москве был институт инженеров железнодорожного транспорта мид назывался там был потрясающий совершенно всем на зависть факультет прикладной математики то есть в наше время это вообще высшая мера была в этой области он был мид и был нефтехимический имени губкина в народе называлась керосинка вот там было два потрясающих хоть это прикладной математики потрясающе поэтому слышь вроде нефтяника сам программист очень я не знаю детали но говорят железнодорожник поэтому значит можно приехать сша можно учиться можно работать там такая учеба я так понял совершенно не напрягающая он по субботам там алексей рассказывал что он занимается с утра до обеда а по воскресеньям после обеда там еще пару часов не знаю там сколько-то вот и собственно вот и пожалуйста он себе на жизнь зарабатывает и больше чем просто на жизнь тем более если уже опыт есть то есть может быть так есть виза джей там стажировочная если вас возьмут на стажировку но тогда вы должны все-таки наверное работать по специальности полученной в учебном заведении то есть наверное виза джей здесь не годится то есть тройни intion тройни наверное не проходит тоже я детали не знаю поэтому я думаю что в данной конкретной ситуации не столько молодой человек должен от меня ответа ожидать сколько он должен сказать себе первое я забыл про рабочую визу она меня сейчас не интересует я не не знаю насколько срабатывает вот этот компанейский трансфер до виза или то есть что там что там с образованием если какие-то требования там и так далее может быть нет то есть может быть ему нужна такая компания которая его туда перебросит только не по рабочей визе а по визе или может быть надо ему то есть барнаула куда-нибудь отъехать не знаю москву может быть и там такую компанию искать но это должна быть частью это должна быть частью контракта то есть они должны договориться что через год допустим они делают ему внутри компанийский перевод но во всяком случае это вот тоже вариант компании чтобы его отправить в америку не нужно было ему рабочую визу делать они могли ему делать визу если бы хотели это сделать в общем существенно то что даже при том что ему нет не делают перевод в сша существенно то что вы взяли на работу он работает на американских проектах он практикуется во всех как бы аспектах вот профессионально и и в языковом аспекте тоже потому что одно дело ты английскую школу заканчивал а другое дело ты в американской компании работаешь с американцами там и в письменной речи и в устной примитивно к теме и шикарно шикарно то есть вот может быть ни одним скачком но может быть там 223 движения и он легко это смог бы сделать поэтому я думаю что вот существенно оторваться от мысли еще раз я повторюсь о рабочей визе и дальше посмотреть какие есть расклады на руках парень сообразительные я думаю что более чем сообразительный ему можно сесть аккуратно и сфокусироваться на этом вопросе он с такой же легкостью как и все остальное и в этом тоже разберется ему не надо особо ждать ответа из внешнего мира надо просто сесть там подразобраться пара вопросов будет там задал тут задал там и вперед и понес и все я так думаю что никаких таких принципиальных проблем у него не должно возникнуть так что вот такие мои мысли по этому поводу давайте мы пожелаем молодому человеку успехов в реализации планов уж ну какие есть там до планы чтобы реализовались может он сейчас вот заполнит третий раз на green card лотерея и выиграть чем там мая это уже такой совсем простой вариант даже я не знаю знаете есть такой бард по фамилии луферов и вот луферова есть там песня 1 как он пришел там перед тем как к вам прийти зашел я господу в общем и господь ему дал там ботинки там дырявые страны и там карманы через которые все высыпалось и вот он там по миру ходит ничего у него не задерживается и так далее и заканчивается такими интересными словами он говорит что нелюбимым не нелюбимым бог дает корыто сытости а любимым бог скитания дает да то есть поэтому если ему вот так вот к этому ко всему еще и green card упадет то он мог бы тогда задуматься любит ли меня там наверху что вот так вот меня в можете запустили по простому без напряжения вот а поскольку он там весь в талантах таких или способностях то может быть его путь более тернистый и требующий искать использовать эти таланты чтобы они не атрофировались никуда вот поэтому он их задействует и все у него получится так что не лотереей значит так еще чем-то не мытьем так катанием в общем я я не видел еще людей которые в принципиальном плане настроились и готовы были на этим работать и чтобы у них не получилось ну то есть может быть бывает я не знаю скорее как экзотика так что мы пожелаем молодому человеку чтобы он реализовал свои таланты и прямо и косвенно и сам и с помощью свыше обычно свыше помогают тем кто сам что-то делает так так мне кажется вот счастлива